Новая жизнь скоро начнется во дворе 17-го дома по улице Советской Армии. Здесь благоустраивают территорию в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На детской площадке установили качели, карусель, лавочку. Скоро будет уложено прорезиненное покрытие. Все работы согласованы с жителями. Там будет детское оборудование, будут качели, будут лазилки, будут вообще детское оборудование. Фирма-производитель этого оборудования «Московская». Она уже давно на рынке хорошего качества. Именно она была выбрана в конкурсную документацию. Житель дома Андрей Сибиркин появление детской площадки ждет с нетерпением. Говорит, сейчас 8-летнего сына Диму водит на прогулку в ближайший парк. Теперь мальчик сможет гулять самостоятельно. Помимо площадки во дворе дома строит новую просторную парковку. Также здесь отремонтировали внутриквартальный проезд. Его расширили. С главой района, с администрацией советского района в прошлом году утверждали проект благоустройства, реконструкции двора, обсудили и парковочные места, и расположение детской площадки. Но я не предполагал, что работы так быстро начнутся, и уже в принципе более половины работ уже сделаны. В этом году в Самаре в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды отремонтируют почти 50 дворов. Благоустройство идет во всех районах города. В Советском районе на средства этого проекта приведут в порядок две территории. Второй адрес Нововокзальная, 14. Возле четырехподъездного дома уложат новый асфальт и установят лавочки. Еще один двор в Советском районе приведут в порядок в рамках инициативного бюджетирования. Рядом с домами номер 5 и 7 по улице Свободы. Там появится детская площадка с резиновым покрытием и ограждением. То, что касается у нас содействия, мы делаем, у нас сейчас три проекта, но два адреса. Это матросы у нас 1-3. Большой двор мы полностью там благоустраиваем так, как жители захотели и поучаствовали в губернаторском проекте содействия. И два проекта у нас на одном адресе. Это у нас победа 82-84. То есть, получалось, люди объединились, немножко там подразделение сделалось. То есть, 82-й дом зашел один, 84-й дом зашел один. Получилось один двор и два проекта. Какой будет Самара, решают сами жители. Все инициативы горожан реализуются при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Каждый может сделать шаг навстречу благоустроенной среде и поучаствовать в оформлении родного города. Голосование проходит на платформе 63.городсреда.ру. В нем участвуют 20 общественных пространств. Чтобы отдать свой голос, достаточно пройти авторизацию через госуслуги. Голосование продлится до 31 мая.